Мне кажется, кто-то подошел к шкафу. Я сижу под самым потолком. Куда бы мне спрятаться, пока они там в комнате ждут? Привет, я Анимэджик, со мной тут мои самые разные животные. И, ребят, первое, с чего я хочу начать ролик, это очень важно для меня сейчас. Ситуация сложная, как вы видите, и в жизни у нас всех, и на ютубе. В том числе, если вы видели в трендах, что происходит, там просто половина иностранных роликов. Короче, ютуб очень глючит. Сейчас очень важна ваша поддержка. Проверьте, пожалуйста, хорошенько свои уведомления, колокольчик, чтобы он правильно был настроен. Очень многие жалуются, что уведомления о роликах не приходят. Приходится приходить и проверять, есть ли на канале ролик, и при этом они его не видят, хотя новое видео вышло. Поэтому, ребят, очень важна ваша поддержка, лайки, комментарии, чтобы вы писали. Все мы, блогеры, и наш канал в том числе, находятся в трудном положении. Это вот такой вот мой призыв о вашей помощи. Прошу вас помочь. Ну и комментарии, как сейчас нужно писать, больше четырех слов. Я постараюсь вам в них отвечать и ставить сердечки на них. Все просили сделать прятки. Прятки со своими собаками. У меня четыре собаки, и они все будут сегодня работать ищейками, пробовать меня искать. Я буду от них прятаться и снимать на вторую камеру, что происходит. А мой оператор будет снимать их реакцию, как они меня ищут, и смогут ли они вообще меня найти. Поэтому, если вам нравится эта идея пряток, то ставьте лайк, чтобы мы продолжили уже это на улице снимать, на природе. И обязательно пишите в комментариях какие-то замечания, кто, по вашему мнению, из собак справился лучше. Может, вы заметите какую-нибудь прикольную реакцию, которую я не увижу, потому что я буду прятаться от них где-нибудь. Я сейчас возьму нашего корма немножко платинум. Ведь для вкусняшек положу себе в карман. И каждый раз, когда собаки будут меня находить, я буду их хвалить, чтобы они понимали, что да, это правильно. Именно за этим меня и нужно искать. В инстаграме платинума конкурс, в котором можете вы все участвовать. Я условия не буду рассказывать, просто сходите и сами посмотрите. Фишка в том, что кроме 10 победителей, которые получают призы, главный победитель получает настоящий, самый настоящий платиновый кулон для собаки с гравировкой, или кошки, с гравировкой имени вашего питомца, который я буду победителю вручать летом сама лично. То есть, если все будет вот с тем, что сейчас происходит, то я сама буду его вам дарить по традиции уже, потому что в прошлый раз у нас было это в Сочи. То есть, я реально поехала в Сочи и девочке этот кулон вручила. Так что участвуйте, не буду у вас грузить. Я никогда не проводила такой эксперимент со своими собаками. Я не знаю, может быть, они вообще меня не найдут. Во-первых, чем нам еще заниматься, пока мы сидим дома? Вы тоже можете попробовать это со своим питомцем. А во-вторых, это очень прикольная такая тренировка для собак на сообразительность. Для развития это тоже очень полезная штука. Так что погнали! Я сейчас их оставлю в одной из дальних комнат, подальше от того места, где буду я первый раз прятаться. Я еще буду включать секундомер и каждый раз засекать, насколько быстро они меня нашли. Я сейчас спрячусь здесь за диван. Как я сказала, начнем с простого. И первый раз я их позову, чтобы они поняли, что нужно меня искать. А оператор откроет им дверь и, надеюсь, они пойдут меня искать. Ну что ж, я спряталась за диваном, включила секундомер. Дети, ищите меня скорей! Где я? Да что так быстро-то? Что так быстро? Еще несколько секунд не успела пройти. Вкусняшку вот. А где Мишка? Держите. А вот и Мишка подоспела. Мишка просто за всеми пришла. Молодцы, нашли меня, да? Нашли меня. По-моему, это было уж слишком быстро, поэтому давайте сразу усложнять задачу, и я спрячусь в более сложное место. А операторы собаки находятся за закрытой дверью, чтобы они не видели и не слышали, куда я прячусь. В этот раз у меня будет место намного сложнее. Еще и в другом помещении. Сейчас оператор скажет им искать меня. Я не знаю вообще, догадаются они или нет, где я. Мне кажется, они найдут вообще. А вот это к теме собачьей памяти. Во второй раз собаки уже побежали туда, где они нашли меня в первый раз. Вдруг я снова там. Но меня там не оказалось, и пришлось отправляться на поиски. Мне кажется, прошло уже больше минут, и они не могут меня найти. Может быть, стоит позвать их. Я не знаю, что там происходит. Это самое стрёмное. Может, я просто тупо тут сижу, а они даже не ищут меня. Но они-то обыскали много комнат, и даже опять пошли туда, где они нашли меня сначала. Перепроверить? Вдруг я их обманула? И когда прошло больше двух минут поисков, я решила все-таки дать им подсказку. Ищите меня! Сидя там, я ничего не видела и не знала, что они находятся не так далеко и услышат, откуда был голос. Но это еще ничего не значит. Догадаются ли они точно, где я? Я начала слышать звуки снаружи. Они явно поняли, что я нахожусь где-то тут, но недоумевали, откуда же раздавался мой голос. Софи даже подозревала дверь на улицу, что может я где-то там снаружи, и поэтому меня нет тут. Мишка, кстати, ходила-бродила где-то в других комнатах. А вот Эйвен и Юми были уверены, что они слышали голос оттуда, откуда и нужно. Поэтому, когда Софи тоже решила пойти и поискать в другом месте, Эйвен и Юми уходить не стали. Эйвен пару раз сдавался и отходил, а вот Юми, видимо, была на 100% уверена, что я где-то тут. И я слышала, как они стучат лапками снаружи и принюхиваются, и находятся явно очень близко. Мне кажется, кто-то подошел к шкафу. И когда, оказывается, первым был Эйвен, я услышала, что кто-то рядом, я все-таки решила раскрыться, но он уже плюнул. А вот Юми терпеливо продолжала стоять рядом. Но я-то всего этого не знала, и поэтому думала, что меня нашла Юмичу. Юмичу, ты меня нашла? Юмичу! Ай, молодец, покемон! У всех красные глаза, как у вампиров, потому что у меня вспышка работает. Как? Ты меня все-таки обнаружила, да? Маленькие собаки, они вряд ли имеют возможность открыть шкаф. Но это было прикольно, когда я уже услышала, как они подбираются, и стала открывать дверь, типа... Я прям слышала их, как они поднюхают что-то тут. Я стала открывать дверь, и просто Юми на морду такая, ага, я тебя нашла. Мы сейчас продолжим наши прятки, но я не могу просто упустить этот момент киса Алиса в туннеле. Ай, каждый раз это просто какая-то дикость. Надо обязательно снять какой-нибудь видосик в ТикТок с этой фишкой, с туннелями. Недавно, кстати, там вышел новый ролик, так что обязательно подписывайтесь на наш ТикТок. Если вы не в курсе, что он у нас есть, то он у нас есть. Я прячусь в очень неожиданное место. Я сейчас поднимусь на самый верх в гардеробную. И если они даже меня найдут снизу, смогут, догадаются ли они, поднять голову и посмотреть наверх. Я сижу под самым потолком. На минуточку потолок здесь больше 4 метров. Ищите меня! Субтитры сделал DimaTorzok Юми! Я не понимаю, видят они меня или нет. Короче, я сползла сверху, я сидела там, прям за ящиками, как бы спрятана очень была. Мишанька вообще не стала меня искать. И я сейчас подумала, то есть они пришли, Софи вот с Юми, они типа пострели наверх и все, и пошли своими делами заниматься. Типа им пофиг вообще, что я прячусь. Они увидели, да, ты там, молодец, окей, все нормально. Кикиса Алиса, кстати, тоже у нас участвует, видимо, в прятках. Она просто тупо ходит за ними, приходит сюда, такая, я тоже типа нашла. И спрячусь под одеяло. Посмотрим, смогут ли они меня найти, если я полностью накроюсь и буду выглядеть как часть кровати просто. То есть они не будут видеть моего лица. Ну, выпадет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто это тут? Кто меня нашел? А кто меня нашел? А кто покемон? Покемон и Софиша все-таки запрыгнула. А что с самого начала-то не залезли, а? А Мишанька у нас первое время она меня искала. А остальные разы просто вот уже два поиска подряд она решила сидеть здесь. А что фигли? Фигли искать. Зачем так заморачиваться, да, Миш? Зачем? Ну что ж, сейчас мы ребят оставляем здесь. А я прячусь в новое место. Посмотрим, найдут ли они меня там. Я уже, если честно, потеряла счет количества времени, за сколько они меня находят. Очень-очень сложно находиться там, не зная, как выглядит обстановка снаружи. Все это время я пряталась как бы в разных уголках дальних дома. И они, получается, пробегали эту комнату. Она как бы промежуточная получалась. А сейчас я наоборот спрячусь здесь. И они, скорее всего, даже не догадаются, они тупо мимо пробегут. Пусть это место не такое вот секретное прям, но мне кажется, они сюда не заглянут. Это такой как бы закуток в кухне. Короче, посмотрим. Нашли меня, да? Вы нашли меня. Нашли меня трое. Мишка так и никак не хочет участвовать в наших прятках. Никак не может сообразить, что же ей делать. Что же все такое странное делают? А киса Алиса просто тупо переходит тоже с места на место и наблюдает за тем, что тут вообще происходит. С таким равнодушным абсолютно видом, типа, что это сложно, что ли, тебя найти? На самом деле фишка именно в человекоориентированности. Эйвен тоже с девчонками бежит, но так как вы знаете характер Эйвена, он в конце концов может просто забить. Типа такой, ай, да ну, короче, фигня. И он не настолько ориентирован на вкусняшку, то есть он не пищевик. А вот Софи Сьюми, они капец как меня ищут просто. То есть вот им реально это интересно. И если эту игру постоянно повторять, то им будет это интересно еще больше. С каждым разом будет расти азарт. Если вы помните, мы как-то раз об этом говорили. Собаки, которые очень ориентированы на хозяина. Если, например, у Софи нет воды в миске, она пойдет и будет стучать по миске. Это называется человекоориентированность. Куда бы мне спрятаться? Куда бы мне спрятаться, пока они там в комнате ждут? Так, я решу в этот раз спрячусь в абсолютно Кисалисо. Другое место. Вообще в другой конец дома. О, я знаю куда. Вот сюда вот залягусь. Я сначала планировала спрятаться за телевизор, но нет. Я залягусь вот сюда за диван. Вот они недотумкают просто здесь искать, я думаю. Очень тесто. Меня кто-то нашел. Покемон, иди сюда. Ай, молодец, умница. Иди ко мне. Иди сюда скорее. А, все, все меня нашли, обнаружили. А, Софи заползла. Как мне вылезти просто вообще жесть. Они такие, дай вкусняшку-то. Погодите секунду. Это было самое узкое место сегодня. Собрала всю пыль под диваном. А я думала, у нас нет пыли дома. Я же говорю, Кисалис, она просто меняет позиции. Она просто из комнаты в комнату переходит. А, я знаю. Я раскрыла ее тайну. Она им подсказывает, где я прячусь. То есть, я прячусь в этом зале. И она такая, типа, тут ля-ля-ля лежит. Такая она на самом деле. Ребята, ребята, она тут. Оставляю чуть-чуть открытую дверь. И я решила спрятаться в абсолютно другом конце от них. Я думаю сейчас спрятаться либо вот сюда, в душ. Просто зайти за стенку. Но сейчас почему-то я подумала, как насчет того, что я залезу в ванну. Они же маленькие. Они не увидят меня, если я буду лежать. Будут ли они как-нибудь реагировать на ванну? То есть, подходить к ней, нюхать ее или что-нибудь такое. Я видела, как юно. Юми заглянула в ванну. Ну вот это просто две самых главных поисковых собаки. Юмич, вы видели это? Это просто с легкостью залезть сюда в ванну. Ну что ж ты не запрыгнула сюда? Это было бы так эффектно, если бы ты меня нашла здесь, запрыгнув сюда. Ставьте лайк, если вам понравились прятки. Если вы хотите повторения только уже на улице, в более экстремальных условиях. И обязательно пишите в комментариях свое мнение. Как вообще, по-вашему, кто круче, кто интереснее. Какие-то, может, моменты вы прикольные заметили, которые не видела, к сожалению, я. Да, Лишанька? Ну и переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах. Особенно на канале Magic Pets. Очень крутой ролик. Я не могу. Подписывайтесь на наши инстаграмы, тиктоки и все такое. И увидимся скоро в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok